Привет, уважаемые друзья и подписчики! С вами, как всегда, я, Лёха Смертник. Мы продолжаем вместе с вами проходить Привет, сосед 2, бета. Как мы помним, в предыдущем выпуске мы слазили в дом соседа, услышали, что там кто-то находится где-то на чердаке. Если не посмотрели, то посмотрите. И нам сейчас нужно найти где-то ключ, чтобы попасть в дом к Васильичу, ребят. А в эти временем не забывайте, конечно же, заставить свои лайки, друзья. С вами, как всегда, я, Лёха Смертник. Помните, ваши лайки и комментарии, как никогда, важны. Кстати, я могу сейчас вообще поспать, например, или нет? То есть, в принципе, до утра, либо до вечера. Также у меня здесь, получается, на доске нету заданий, что мне нужно делать дальше, потому что это бета у нас. Ага, я сплю до вечера, могу спать до вечера, до утра. Мне кажется, лучше ходить, конечно же, по утрам, потому что так для вас будет светлее. Сейчас я тосплю сразу, но всю жизнь вперед. Ну всё, ребят, ладно, давайте поехали. Так, доброе утречко. Восемь утра у нас, да? Детектив Лёха поспал, как никогда. Замечательно. Так, отлично, в моей главной комнате... О, вот, всё восстановилось. Вот как это всё может делаться у нас. Так, нужно расследовать дальше. Что мы можем найти? Так, как-то на чердак можно зайти. А, я это смотрел, видимо, через балкон, когда через окна смотрел. Я вот это всё насмотрел. Галина Васильевна здесь куличи умеет делать. А, а вот у мэра как раз у нас есть золотой ключ. Так, надо, наверное, всё забрать, что у меня есть в ин... О, отлично, всё имеется в инвентаре у меня. Всё с собой здесь таскаю. Так, нормально, спокойненько. Так, подожди, а там у неё тогда не ключ, что ли, лежит? Так, доброе утро, Галина Васильевна, моё почтение. Значит, по-моему, ключ какой-то нет. Кстати, пойду у неё, похожу тогда. Посмотрю, что у неё есть, а у неё нету. Может быть, глядишь, что-нибудь найду. Вот она дверь бы закрывала бы здесь, то мало ли. Мало ли что забежать. Бомжи забежать могут устроить там кавардак у неё. Будут потом ходить здесь шокер. О, ты смотри, как круассачки. Пирог печётся, пирожочек. Мой дружочек пирожочек. Продолжаю я ходить. Опа-на! Галина Васильевна! Чик. Может, не увидит меня? Она реально не видит. Ну, старенькая, чё, может, уже встала, и всё. А чё, я вылезти не могу? Нет, она просто ушла. То есть, я так понимаю, я мог здесь как-то просто пойти через окно залезть, но я не могу почему-то сюда вот так... А, вот, прошёл. То есть, можно было даже вот так здесь взять и залезть. Ты смотри-ка, ты смотри-ка, как всё работает. Вот это... Это я молодец, конечно. Возьми с полки пирожок, как говорится. Так, ванна. Смотри, как чисто всё, а? Так, как глянь, ты так, как глянь. Так, там у нас всё заколочено, я так понимаю. Мы никак туда не попадём. Вообще, я смотрю, тут сложновато куда-то попасть, зять. Так, давай-ка, давай-ка, всё, посмотрим ещё что-нибудь, глянем. Я действительно у неё ничего здесь в доме не вижу. Так, может быть, там ещё глянуть, конечно. Опа. И что это? Жаль, что я не могу прочитать, что там написано. А так, возможно, когда-нибудь это можно будет сделать. Типа, вот, пирог готовится так-то, так-то. Потом хопчик при помощи пирога сделал, например. Пирожочки, пирожки. То есть, мне кажется, сюда можно было всё-таки как-то просто... Оп, всё смотрит. Что это там такое у вас происходит, Галина Васильевна? Непоняточка. То есть, можно, наверное, да, вот здесь как-нибудь вот так было сразу, чтобы просто обычно залезть и всё ходить делать. Так, ладно. Ладно, пойду схожу к мэру. Поздороваюсь. Пусть знает, что в его городе стало на одного сумасшедшего больше уже, как минимум. Так сказать, передам ему привет. Так, а там я не могу, да, никуда далеко уйти. Кстати, я на заднем дворе-то ещё хотел что-то посмотреть. Что-то там было видно и интересное. Но я не посмотрел. Ну, потому что босс-то не работает нифига. Может, здесь что-то есть интересное, нужное? Тыква есть. Ну, в принципе, считаю, что брата-близнеца встретил. Голова-то моя как тыква. Так ни к уроту то есть, то есть тоже, да, никак не попасть? Ну, ладно, ладно, хорошо, допустим. Допустим. Всё, давай, давай, пошли. Шли, шли, шли. Пирожок нашли. Присели, поедали. Опа, вот. Какие-то вот у меня новые данные появились. Что здесь добавилось, интересно? А, вот. Промера появилась, по-моему, вот этих верхних не было. Хотя могу ошибаться, может быть, это всё было. Без понятия. Я просто веду расследование. На самом деле, у меня просто шиза. Вот так же дети терялись. Кстати, в прошлый раз я это не замечал. На Хэллоуин-то дети-то пропали-то. Непонятно, куда делись. Геруда случается. Случается. Сейчас ещё птицелищ должен прийти откуда-нибудь. Я не знаю, доберётся. Долетит до меня, так сказать. Пойду я, пойду. Тут дальше прогуляюсь. Может быть, что-то возьму тут и нагуляюсь. Так. А, ну вон, кстати, и ключ. А что в прошлый раз не видел? О, здорово, собака. Здорово, пёс. Обарбос. Всё. Ой-ё-ё-ёй. Спокойно, спокойно. Так. А если попробовать, как этот? Так, давай возьму пончик. Так, нет, фигня. Пончик. Так. Пёс. Вот, смотри, пончик есть. Пончик. Божешь пончик? Нет? Чё, пончик не хочешь? Вообще обалдел. Ешь пончик. Да пончик, говорю, ешь. Чё ты за мной-то бежишь-то? Чё, всё, не хаваешь больше пончики, что ли? Походу, он не ест больше пончики. Ну и его проблемы, если он пончики не ест. Так чё, может, всё-таки пончик-то захаваешь? На, на, покушай. Нифига, он не кушает. Так, а может мне дом ещё осмотреть? Заодно. Так, ключ есть. Нифига себе, у меня здесь ключенцы. С ними, кажется, что угодно можно открыть. Человек побежал. Отлично, ушёл. А, то есть здесь ещё можно, нифига себе, в доме мэров погонять? Я думал, что туда нельзя будет зайти. А, ты смотри-ка, ты смотри-ка, что здесь происходит-то, а? Интересности, интересности всякие творятся. Ладно, да, мы к мэру когда-нибудь вернусь. Ключ же, я так понимаю, он всё-таки от вот этого дома, который у нас идёт как музей, видимо. Как-то так. Это хорошо, когда, так сказать, процесс, процесс идёт. Собака бегает. Я тоже вот бегаю, сруюсь, пончик дать заберу. Чё, ночь, что ли, уже настала? В смысле? А, он у меня забирает потом назад? Нифига себе дела. Вот это номер. Я не думал, что кто-то... Да как ты меня достаёшь-то, а? Ну, уже середина ночи прошла, я здесь уже целый день, целую ночь нифига не хавал. Надо уйти прочь. Всё, 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 хватит, хватит, бегай. Успокойся. Так, а я чё, всего пять штук могу с собой нести только. Да, я не могу ничего взять больше. Так, поймай меня опять, может быть утро настанет, холодно станет. Птички говно перестанут клевать. Так, я не знаю, вот эту вот листовку у меня есть, которая, она вообще нужна для чего-то или нет? Я просто боюсь что-то выкидывать. Потом мало ли. Так, а чё я, в принципе, парюсь-то? Можно всё повыкидывать пока. Так, где там место? О-о-о, там пирог. Давай, пирог выкинем. Ну, камеру-то можно будет, кстати, у Васильевича поставить. Пончик. Всё, пусть лежит всё. Я пошёл, у меня тут дома склад какой-то. Дела, дела тут дома делаю. Всё, сейчас заберу опять. Чуть, мне кажется, ещё темнее стало. Собака, лови меня. Лови меня, пёс. Лови. Так, ну ладно, чё цветать-то? Чуть-чуть начинает. Собака вон там бегает, беспокоится. Бедненькая. Всё, а я пошёл, пошёл отсюда. Оп-оп-оп. Всё, собака. Плохо охраняешь. Кость, кость ты явно себе не заработала. Это я тебе точно скажу. Так, ну и чё, идти в дом к Васильичу? Ночью. Ну, в такой вот. Детектив-воришка. Дворишкин детектив. Так, это точно отсюда интересно? Пойдём сходим, посмотрим. Где-то он чё-то светится-то. Так. Дом к Васильичу, вхожу. Тут я снова тут брожу. Так. Ага, действительно. От музея мы нашли. Фига себе. Так. Какие-то новые, новые сообщения. Так, а я просто какой-нибудь обычный... А, точно, я через окно ещё могу здесь вылазить. Опа. Здравствуйте, Васильич. Я этот, детектив, детектив Лёха. Как у вас дела? Ну, вот так вот, да, вы, значит? Вот так вот вы с гостями общаетесь. Как обычно, я смотрю, всё у вас, да, идёт? По старому плану. Вот, кстати, рассвет прекрасный. Давай-ка сейчас бы стоять бы с Васильичем на улице. Встречать рассвет. И не вот это вот всё. Не вот это вот всё. Наше дело. Раз, пошли на дело. Ну, закат-то какой красивый. Стоишь, любуешься закатом. Чем ещё заниматься? Вот так вот. Не, всё-таки здесь прям нормально. Прямо хорошая оптимизация. Интересно, что будет у нас в полной версии. Завтра, ребята, я сниму у вас специально подлещий выпуск. Потому что я что-то там не просчитал. У меня уведомления даже на предыдущий ролик не приходило. Поэтому вот сегодня два коротких. Если не смотрели предыдущие выпуски, посмотрите. Можно, кстати, пробежаться по району. Так, чтобы нам побольше растянуть хоть. Посмотреть, может быть, что-то ещё я смогу интересное здесь найти. Ну, я так понимаю, ниже уже там в никакой дом не зайдёшь. Блин, мне на секунду, короче, показалось, что это кто-то стоит. Вообще тоже интересно, что это вот это вот за территория у нас идёт. То есть, которая затоплена. Что-то, видимо, произошло. Что-то случилось, как обычно. Ну, там что-то вдали ещё, по-моему, какой-то дом или что разрушит. То есть, представьте, это у нас выйдет, когда полная версия. Это по-моему, 6 декабря, что ли, если я не ошибаюсь. Вроде что-то такое. То есть, у нас прям будет, скорее всего, большая прям территория. А потом, представьте, сколько модов на всё это дело будет выходить. Ребят, это же вообще целый вагон и маленькая тележка. Мне кажется, модов сразу. Видите, там дальше идут дома. Дома теперь, по крайней мере, у нас не выглядят как эти, как картонные коробки. Возможно, мы здесь попадём ещё в дом не коротый. Я сомневаюсь, что это вся карта. Мне кажется, карта будет как-то, ну, намного больше. То есть, по сути, если механики уже какие-то внедрены, тут осталось-то не так уж и много, скажем так. То есть, уже, в принципе, сам сюжет и так далее всё сделать. Ну, как написано, что в Бетке не будет сюжета. В этот дом я ещё, кстати, не ходил, где у нас бегает мужик с ружьём. Можно, кстати, пойти к нему ещё раз заглянуть, посмотреть, поговорить с ним. Напишите, ребята, что вы вообще думаете о предсосед 2. Я не знаю, что-то мне тут надо будет находить или нет. Может быть, надо будет, может быть, не надо будет. Вот, как-то так у нас дела обстоят. Он сейчас, наверное, придёт. И по голове мне, наверное, возьмёт и надаёт. Причём, было написано, что очень много механик, допустим, сейчас не работают, в принципе. О, кстати. Просто смотри-ка. Оп, взял, убрал. Так, и что мне это даёт? Ага, я просто спрыгнул на первый этаж. Прям вот-вот-вот молодец какой. В холодильнике у нас ничего, как обычно, не имеется. Вообще нигде никогда ничего не имеется. Медведь. Кстати, я чё-то помню, в этом было. В трейлере, по-моему, то ли этот медведь, то ли чё, там чё-то голову, по-моему, ставили. Чё-то такое было. Было, было, было это дело, ребят. В общем, ребят, если ждёте продолжения, подписывайтесь на канал. А где, кстати, этот-то? Где дедуля-то ходит? Я чё-то понять не могу. А, вот он, наверное. Заходьте, я не знаю, как его зовут. Сидорович, не надо! Поймал меня, кстати, дал мне, видимо, какие-то новые данные для всего, для этого. Можно даже зайти домой, посмотреть данные. Подожди, где я нахожусь. Чё-то у меня это... А, всё, я понял. Я чё-то встал такое. У меня какой-то прям топографический критизм начался. Я только ничего понять не могу. Вот, как-то так. Много народу зачем-то пишет в комментах, что делать дальше, ребят. Ну, при желании, как бы, я всегда могу сам посмотреть, что делать. Вот, и из-за того, что вы пишете, я теперь комменты не читаю даже. Потому что вы там постоянно сполерите зачем-то. Зачем вы это делаете, непонятно. Помочь мне пройти, ну, при желании, ребят, я могу сам зайти и посмотреть. Как, что, проходит, с какой момент. Как бы, не надо писать об этом в комментариях. Это прям медвежью услугу. Вы делаете только намного хуже. Лучше вы этим явно не делаете. А, ну вот домик вот этого. У него, вот интересно, это будет вся карта. Или карта будет намного больше. Ну, так же, соответственно, я так понимаю, много территорий будет. Потому что мы здесь даже где-то видели этот. Вон, по-моему, стоит вот это колесо обозрения. Спарка. То есть, вполне вероятно, может быть, что и там какая-то локация. Может быть, будет что-то такое. То есть, все-таки, какая-то у них все с Hello Guest, вот это вот все менялось. Как-то вот, прям вот механики и так далее. То есть, и к чему это все пришло. Хорошо, что все-таки мы беточку дождались. Все. Теперь точно, ребят, все. С вами, как всегда, был я, Леха Смертник. Завтра вы узнаете, что же нас ждет в доме Васильича. Всем прекрасно встретиться, всем удачи и всем пока. Увидимся, ребят. Спасибо, что остаетесь со мной. Ваш Леха Смертник. Давайте, ребят, покедова.